Я так понимаю, что вы приехали в Рияд, чтобы поддержать Гаджира Баданова в его поединке? Не только, у нас здесь много ребят дерется. Гаджира Баданова у нас в финале, Магомед Малатов, Давлет Якшимурадов и Тимур Хизриев. Это все клиенты нашей компании, с кем я непосредственно работаю. То есть, много вас тоже побед может ожидать получается? Ну, надеюсь на то, да. Хотел бы у вас сразу, знаете, важную тему уточнить у вас. Давай. Ислам Махачев и Арман Сурикян. Бой этот был анонсирован в группе школы имени Абдулманапа Нурмагомедова, но официального анонса от UFC еще не было. Контракты подписаны уже? Нет, контракты не подписаны. Мы лично еще ничего не подписывали и не получали пока, но готовимся на 18 января. Начиная с сентября месяца нам озвучили дату, мы ее приняли и конкретного подтверждения по сопернику пока не было. Мы предполагаем, что это будет Арман Сурикян. То есть и контрактов пока не высылали еще? Нет. Интересно. Мы все равно, наверное, предполагаем, что бой этот состоится. Будет ли Хабиб в углу Ислама? Да, обязательно. Что еще? Умар Дурмагомедов? Недавно был бой Петра Яна и Мираб Адвалишшвили. Петр так уверенно победил и после этого Мираб так активно начал показывать, что именно с Яном он хочет следующий бой провести. Вам как кажется? Может быть это что-то еще, кроме того, что Мираб оттягивает бой с Умаром? Ты хочешь, чтобы я какие-то скандальные сейчас заявления или какой-то такой говорил? Что сказать по этому поводу, да? Какие на самом деле мотивы у Мираба? Давайте мы оставим это на рассуждения фанатов, да, и зрителей, любителей этого всего. Ну, на сегодняшний день, если ты спросишь меня, да, Петр Ян хорошо подрался, лично подрался. Он вообще бывший чемпион и топовый соперник, уровневый. Но если мы посмотрим предыдущий бой Мираба с Петром Яном, он выиграл его в доминантной манере, он его полностью прошел. Вопросов никаких никаких не осталось. Ну, остался единственный вопрос, что у Петра были травмы, в том числе травмы правой руки, и он правой рукой практически не бил. Ты знаешь, такие нюансы, они уже остаются за пределами боя. О них забывают? Да, о них забывают, их уже не берут во внимание. Непосредственно расценивается, что? Непосредственно расценивается, когда два бойца выходят в клетку и то, как они себя показывают. А причин может быть сотни и тысячи, да? У каждого бойца, и у наших бойцов тоже, допустим, вот Умар Нурмагомедов дрался вот с дебютантом, не помню как парни звали. Да, да, вот с бигзатом он дрался. У него тоже было очень много причин, почему, ну, сняться с боя там или не подраться, он такой, можно сказать, на 20 или 30 процентов вышел. Поэтому и показал, может быть, не самое там яркое выступление, там были опасные моменты и все такое. Но на это же тоже уже никто не смотрит, уже смотрят все на итог этого боя и то, как сам бой прошел. Всем привет! В этой паузе хотим рассказать про акцию друзей нашего канала, букмекерской компании Bad City. Зарегистрируйся с промокодом ТОП, сделай первую ставку и получи до 2000 рублей. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод ТОП. Всем удачи! Ну так, в целом, ты там Умара все равно доминировал в этом бою? Он доминировал, он полностью доминировал и выиграл все. Там просто были опасные моменты, о которых все там по сей день там любят что-то толковать. Ну, это я просто к примеру говорю. Самое главное ведь итог, что получилось в конце. А если не секрет, какие проблемы были? Травмы какие у Умара были? Да, у него была травма, у него была инфекция. Он не мог бить рукой, я правда не помню левой или правой, он работал, можно сказать, практически рукой. И еще об Умаре. Вот когда все это началось, перепалки в соцсетях, в твиттере, обмен репликами и был твит Умара, где он в третьем лице себе высказывался и Мираб начал его сразу обвинять в том, что, значит, на тебя анализист пишет все. Нет, это не правда. Умар сам пишет все и на самом деле есть такой оборот речи, когда ты там от третьего лица про себя говоришь. В этом случае это не правда. На этом я могу поставить свой штамп. А в целом видите что-то такое плохое в том, что, например, менеджер ведет до бойца в соцсети? Если идет, знаешь как, если идет, как ее назовем, самодеятельность, то я считаю это немножко неправильно. Если у тебя согласовано с бойцом, допустим, у меня очень часто боят, но ребята, они не знают на английском, как правильно выразить, как сказать. И мне пишут, пожалуйста, напиши вот так-то, вот так-то. Буквально, что я делаю, я перевожу их слова с русского на английский и выставляю твиттер. Я в этом ничего плохого абсолютно не вижу. Вот Магмед Ангалаев говорит, что Али все равно дополняет от себя, когда пишет твиттер. Какие-то обороты речи бывают у каждого. Свои, определенные. Но вы в целом тоже ведете иногда соцсети бойцов? Я не могу сказать, что я веду. Вести соцсети – это значит, что ты целенаправленно постоянно всю эту политику строишь, все эти обращения высказываешь. Нет, я ребятам помогаю, иногда именно как раз таки перевод английский, русский. И захожу и по их просьбе что-то твиттерю. Как раз еще про Магмед Ангалаева. Он недавно сказал, что, по-моему, это Кантематийский было, что бой с Александром Турерием может состояться в мае. Насколько это близко к осуществлению, подписанию контракта на эту дату? Пока у нас о контракте именно речь не идет, мы как раз таки сейчас и определяемся, пытаемся определиться с датой, когда именно этот бой пройдет. Но одно есть точно, то, что UFC сказали, что Магмед следующий. И мы просто сейчас ждем чемпиона, пока он будет готов. То есть уже не допускайте, что опять Ангалаеву не дадут титуль. Сейчас, например, Карл Сульберг подрался. Сейчас занял, по-моему, седьмое место. То есть при желании можно найти причину, опять Магмеду не дать бой. Это была бы высшая несправедливость, мы так посмотрим. Но мы это не рассматриваем. В целом-то уже много несправедливости у Магмеда. Усманур Магмедов недавно анонсировали его бой с Фолом Хьюзом. И в Белатарх, в ПФЛ это преподнесли как в Ирландии против Дагестана два. А как к команде вот к этому отнеслись? Ну, вообще не знаю, как прокомментировать. Никак, нормально? Ну, я имею в виду, что Лига как-то злоупотребляет этой темой с Конором Хабибом. Ну, знаешь, как промоушен, он ведь промоушен должен раскручивать как-то. Будет это таким образом, либо другим образом или иным. Поэтому ничего плохого и неправильно в этом не видим. Не знаю. Пол Хьюз – это серьезная позиция для Усмана? Нельзя недооценивать его. Хоть у него нет такого громкого имени, его очень много не знают. Он очень крепкий парень, сильно бьющий, молодой, мотивированный. Поэтому это очень хороший соперник. Если мы сейчас предполагаем, что Усман побеждает Пола Хьюза, вот что дальше для него? Потому что особо соперников уже не осталось. Либо получается гран-при PFL, либо UFC, правильно? Нет, а UFC сейчас речи никакой не идет. Усман – боец Беллатора. У него есть контракт. Как раз мы сейчас работаем и над продлением этого контракта, над заключением нового. Поэтому сейчас речь идет, в следующие несколько лет он проведет точно в этой лиге. Что касается соперников, будем смотреть на тот момент из существующих вариантов. Возможно, в принципе, что Усман снова впишется в гран-при. В гран-при чего? В PFL. Нет, в PFL он выступать не будет в гран-при. А, исключительно в Беллатор? Да. А можно рассказать почему? Хороший вопрос, на который я могу ответить вопросом «Зачем?». Он уже существующий чемпион. Он уже провел три защиты титула. Для чего ему выходить в гран-при PFL и драться там? Есть вообще ребята дебютанты, есть там различный контингент соперников. Мне кажется, тут могут быть две причины. Из-за того, что в Беллатор особо не осталось тех, кого Усман не побил. И из-за того, что в PFL хорошее вознаграждение за победу в гран-при. Вознаграждение оставим это отдельную сторону, да? Какие вознаграждения у кого. Но сейчас ведь Беллатор и PFL как проводят? Они выдергивают бойцов и оттуда, и отсюда. И если нужно, там из PFL выдернуть хорошую кандидатуру, если есть кто подраться. И наоборот, из Беллатор в PFL тоже заводят. Поэтому, так сказать, большого разделения между этими лигами сейчас не вижу. Недавно такая скандальная ситуация. Новости скандальные были о Коннере Магрегоре, что его признали виновным в изнасиловании. Вам как менеджер, как кажется, эта ситуация сможет повлиять именно на него, как на его репутацию в мире вообще. А что, у него такая хорошая репутация была? Нет, я имею в виду, что, знаете, культура отмена, вот это все. Это его коснется, как думаете? Как сказать, это его коснется. Это его коснется, но ему найдут тысячи оправданий. Есть такая штука. UFC, да? Нет, мы сейчас даже не говорим о UFC. Когда последний раз Магрегор игрался в UFC? Уже больше трех лет назад. Да, может быть, больше. И как он выступил тоже. Ну да. Я вообще его не вижу уже как бойца. Я это, по-моему, в предыдущих интервью тоже говорил. И когда там был его бой анонсирован, там ходили муссервые слухи, что он с Чендлером подерется и все такое. Но видя то, что он повседневно делает, даже при огромнейшем желании, при огромнейшем желании, я так говорю со своей колокольни, да, уже по опыту прожитых лет и всего увиденного, он просто не сможет выйти в нормальных кондициях и подраться. Он просто не сможет подойти к бою без травмы или без чего-то. Поэтому я его уже не рассматриваю как бойца, как фигуру спортсмена. Он просто уже известная личность, скандальная, там делает деньги налево-направо. Вы при этом несколько месяцев назад говорили, что в UFC запросто могут сделать бой Махачева с Коннором. После этой ситуации эта вероятность снизилась? Даже, допустим, в плане того, что Махачев может после такого не захотеть с ним? Опять-таки, я повторюсь, я не вижу то, что Макгрегор дойдет до какого-то боя. Мы не говорим даже о чемпионском, мы даже не говорим о Махачеве. Просто не выйдет. Даже с тем же Чендлером, который для него стилистически удобный соперник, я не верю, что это все произойдет. Еще хотел бы задать вопрос о Сергея Павловиче, анонсированного боя за «Иржини Роден-Струйком». Как считаете, подходящий соперник для того, чтобы на победную тропу вернуться? Да, я думаю, отличный соперник. Он стилистически, он тоже неплохо под него подходит. И Сергей тоже проделал большую работу над ошибками. Я знаю, немножко так, знаешь, как это, перезагрузился. И я думаю, что мы увидим хорошее выступление и возвращение Серегина на победную. То есть сейчас нельзя сказать, что последнее поражение его как-то выбило из колеи? Нет, знаешь как, было бы, наверное, навело бы на такие мысли, если бы там его соперник, если бы он проиграл по причине того, что его соперник был намного лучше. Ну, знаешь, как-то, если с этой точки зрения посмотреть. Я считаю, последний бой просто Серега сам вот неправильно настроился на этот бой. И немножко он, по-моему, хотел слишком сильно удосрочить. И от этого вот все пошло не так. Там, грубо говоря, это своя собственная ошибка была. Поэтому самое главное, чтобы он, как я еще раз повторюсь, перезагрузился и с правильным настроем подошел к бою. Но, тем не менее, вы не считаете, что Волков лучше был в этом бою? В этот вечер, да. В этот вечер, да. В общем, я считаю, Сергея намного больше и более перспективнее. Ну, думаю, что в реванше, в принципе, возможно победа Павловича. Да. И реванш вероятен в будущем. Ну, сейчас, зачем говорить, Волков сейчас на победной, да, идет линия, у него там несколько побед к ряду. Он там может быть даже недалеко от титула, а может быть и ближайший предмет от титула. Забегать вперед не будем. Сейчас самое главное, чтобы Широга вернулся на эту победу. А после этого уже можно и говорить там о реманше и о других боях. Шарабульта должен, как пишут, состоять с собой здесь же в Рияде 1 февраля и сообщают о сопернике в лице Майкла Винома Пейджа, насколько это близко к правде. Это правда. То есть это уже точно он будет. Как считаете, этот бой приблизит шару к титульнику? Или пока рано об этом говорить? Ну, этот, он его точно не отдалит. И еще интересный момент с Магомедом Магомед Керимовым. Он недавно сообщил о желании в UFC перейти. Вот здесь близок ли он к этому? Есть уже, может быть, переговоры? Ну, сейчас надо в первую очередь понять, какие отношения с лигой PFL. Потому что он весь прошлый год, получается, простоял без боев. И лига не предоставила ему ничего. Мы как раз таки сейчас это активно обсуждаем. Я думаю, в ближайшее время уже будет понимание, куда и как пойдем с Магомедом Керимовым. И еще вот об Александре Шаблире, это тоже ваш клиент. Да. Проиграл он Усману. Вот что сейчас Александр сам хочет и какие у него есть планы? Я думаю, самое вероятное развитие событий то, что вот в следующем сезоне он будет участвовать в сезоне легковесов. PFL? Да. А, отлично. И что для него будет хорошо? Номер один – это активный год у него пройдет хороший. И опять-таки при успешном результате, если он выиграет это гран-при, то опять-таки он будет драться чемпионом с чемпионом. Я понял. И последний у меня вопрос об Амру Магомедове. О ком? Амру Магомедов. Ага. Стал недавно чемпионом в Warriors. Да. Эта победа, к чему его приближает? Я думаю, этой победой и, между прочим, последний соперник с кем он дрался – очень крепкий парень. Очень хороший парень. Он просто в этом бою на голову выше его оказался, что показало его уровень и готовность к уже более хорошим и таким жестким соперникам топового уровня. Я думаю, в ближайшем будущем мы увидим его уже в больших лигах. Ну, в какой-то из больших лиг, пока непонятно в какой, да? Да. Пока об этом речь не идет, еще ему парочку боев надо провести. В Warriors, да? Понял. Результат большое за время ваше. Привет. Привет. Новосибирск. Google. Олена. Назв courtsа – зимка не основаниями. Результат рекори передан há яд – прогуливая экспоредع. Результат рекор boring. Офигедائия кообби. В ВВВ в totатning. На главной у нас viveю. На главной у В 19, copiesке в Tonight. две, все, мы kilo движение убили.